МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Едва глазом моргнули антитопору уже два года. И начиналось, словно только вчера. Многие не рассчитывали, что антитопор продержится и полгода, так как, правда, матка-тетка жесткая. И несмотря на то, что наши фактологические анализы, которые основаны большей частью на независимые исследования, направлены против азербайджанской информационной экспансии, нападки имели место быть как с азербайджанской стороны, так и с армянской. Не больше и не меньше. Так как некоторые азербайджанцы привыкли полагаться на собственную вымышленную гуманитарную науку, которая рождается даже не из голов людей, а из заднего прохода осетра такими черненькими зернышками. Эти зернышки вкупе с черным маслянистым золотом и формируют гуманитарный азербайджанский бред, который идет во вред психическому здоровью самой азербайджанской нации, изучающей вредные книжки и учебники. Сегодняшний принцип Академии наук Азербайджана работает под слоганом «Деньги есть, ума не надо». Ну, что касается армянских нападок, то и тут, разумеется, свои причины недовольства. Хотя бы потому, что многие армяне от ювелиров до хирургов, от штукатуров до геологов считают себя историками. Порой, кажется, армянин и есть синоним историка. И такие горе-историки обычно любят подпитывать армянскую историю и культуру чем-нибудь навязанным извне. Например, наряжать армян черкесские, придумывать всяко разные армянские лесгинки и говорить, что это армянское. Это только часть бреда. Разумеется, и таким чубанагаем антитопор вреди. Поэтому правду и ничего, кроме правды в антитопоре. У армян достаточно богатая, древняя и самобытная история и культурология, и она не нуждается в вмешательств других культур. Сами можем кого хочешь научить. Как это и делали наши предки. Причем поразительно, те армяне, что навязывают армянам культуру народов Кавказа, больше всех орут армянин для армянки и армянка для армянина. Странным образом эти люди с удовольствием смешивают армянскую культуру, которая может раствориться в чужой. Но при этом говорят, что армянская нация исчезнет, если армянин женится не на армянке. Но об этом мы уже говорили в прошлом выпуске. Так вот, подводя итог за минувший год, хочу сказать, что он был очень плодотворным и интересным. Без преувеличения. Снято 60 выпусков, более половины из которых разоблачение, фальсификации соседей, остальное интересные беседы, интервью со специалистами и экспертами. В общем, количество выпусков за два года составило 150 выходов в эфир. Кроме того, переведены на русский язык ряд османских текстов, писанные самими турками в 17 и 18 веках, где они сами рассказывают и делятся с читателями интересными сведениями об армянах и Армении. Тогда они еще не знали, что можно применять фальсификации и писать ложь, как, например, в 20 и 21 веке. Оттого эти сведения разных турок очень полезны, как для самих азеротурецких фальсификаторов, так и для всех интересующихся историей региона. Плюс, как я уже говорил в прошлых выпусках, антитопор занимается скупкой старинных книг об Армении и Армянах, писанных неармянскими авторами и хранящимися в разных уголках планеты. Как правило, эти книги не переиздавались десятками лет, а то и столетиями. Это, конечно же, дорогое удовольствие, ведь нам приходится мало того, что скупать их, а цены бывают и безумные, так еще и требуют финансовых вложений для редактирования на современный русский язык и издания. Поэтому просим вас приобретать наши свежевыпущенные издания. Каждый ваш рубль за книгу уйдет в приобретение других старинных книг и переиздание распространения. Да и всегда полезно и приятно получить уникальную книгу от самого издателя, ведь в магазине их не приобретешь. В этом году мы переиздали книгу Александра Новикова «Резня в Баку» 1905 год. Этот дневник экс-губернатора Баку явился настоящим открытием и прояснил свет на события в Баку, называемые в истории армяно-татарской резней 1905-1906 год. Новиков был очевидцем событий, написал свои заметки, приложил документы и стенограмму свидетельских показаний и издал небольшим тиражом. 110 лет не переиздавалась книга. В 2015 году мы выкупили редкий экземпляр и переиздали. На этом тема геноцида азербайджанцев, устроенного якобы армянами в 1905 году, можно считать закрытой. Теперь у нас есть доказательства, а оригинал хранится у меня. Кстати, если кто-то еще не приобрел книгу, то можете сделать это, войдя по ссылке, которая сейчас на экране перед вами. Буквально через месяц выйдет в свет еще одна уникальная вещь, написанная американским миссионером 19 века Грином «Сосунская резня». Автор повествует о первом геноциде армян 1894 года, который положил начало геноциду 1915 года. Важные свидетельства, документы и показания – все в этой книге есть, и она тоже не переиздавалась почти 125 лет. В ближайшие дни она оживет, и мы вам ее предложим. Кстати говоря, ее сложно будет читать людям с хрупкой психикой и очень впечатлительным. Но в то же время советую ее приобрести не только армянам, но и грекам, болгарам, езидам. В книге имеется ряд любопытных сведений и о них. Также есть еще хорошая новость. Мы переходим на дополнительный проект, который будет называться «Армянский след». Время от времени будем делать документальные короткометражные фильмы об истории и современности армянских общин России и зарубежья. Первый фильм, снятый нами недавно в Сирии, скоро выйдет на ваш суд с помощью нашего подписчика из Еревана, мастером своего дела, Марка Аганесяна. Как вы поняли, фильм будет рассказывать об армянах в Сирии. Учитывая, что камера у нас допотопная, Марку приходится помучиться. Поэтому не обессудьте, если будут небольшие изъяны и помарочки. Надеемся на лучшую камеру в скором будущем. Не все сразу. А впереди еще документалки об армянах Крыма, Дона, Румынии, Эдиссии и даже Йемена. Будем рады, если главы общин в странах СНГ пригласят нашу съемочную бригаду к себе. Расскажем и об армянах вашей страны. Не могу не сказать и о еще одной хорошей новости, я бы сказал, достижении, которую удалось сделать антитопору. На днях мы покрестили в армянской церкви криктоармянина из Турции. По уважительным причинам лица не показываем и имени не называем. Главное, это свершилось. И главное, человек вернулся к своим корням. В заключении хочу поблагодарить помощников, благодаря которым в том числе антитопор есть сегодня и пока может себе позволить выпускать ряд продуктов. Огромное спасибо Артуру Саркисяну из Москвы, который оплатил жилье в Ереване, предоставив нам его на месяц, чтобы мы могли работать летом в этом городе. Также благодарю Георга Мхитаряна из той же Москвы, который помог распространить по библиотекам и школам Армении, Карабаха, книг, изданные антитопором. Также благодарим Кариней Спириан из Москвы, Алю Пагасян из Москвы, Феликса Манукяна, Новороссийска, Санасара Оганесяна, Москва, Ливона Арустамяна, Ростов-на-Дону, Месропа Тарханяна из Москвы, многих других, которые также приобрели по несколько экземпляров книг для распространения. Спасибо и Армену Петросяну, замечательному режиссеру-документалисту канала Культура, который всякий раз пособствует и помогает мне по съемкам в Ереване. Спасибо всем, кто откликается на наши нужды, ведь дело наше правое и все, что мы делаем, это для нас же, для сохранения и приумножения культуры армянской нации, для наших детей и внуков, которые будут пользоваться продуктами антитопора в будущем, где по каждой теме сопровождается полезный и независимый источник и база совокупности знания о прошлом и настоящем нашего народа. Ну а мы продолжаем работать, оставайтесь с нами. Я Иоанн Аришин, преподаватель языков из Дамаска. Желаю проекту антитопор успехов, творческих побед и интересных идей, интересных замыслов. Привет всем, я Мунжун Мунзул из Монголии, поздравляю антитопор с двухлетием, желаю удачи в нелегком деле. Я хорошо понимаю проект антитопор, так как наша история в Монголии подвергается нападкам со стороны некоторых народов, например, когда Ченигстана и его потомка называют цюрками. Здравствуйте, меня зовут Хавала Анастасия и я хочу поздравить проект антитопор с их двухлетием. И хочу пожелать творческих успехов, чтобы они добились своей цели и чтобы наконец-то весь народ начал верить то, к чему стремится этот проект. Пускай он дальше продолжает развиваться в том же духе, в таком же, как и сейчас. Ну и где, как не здесь, у этих стен, основанных в 18 веке, в Шушинской крепости, не заканчивать сегодняшний наш выпуск с архиепископом Паргевым, с которым мы встретились в Шуше. Ну и где, как не здесь, бла-бла-бла и там... КРИЧЁТ Субтитры создавал DimaTorzok